Слово Божье Не люби спать? Нет, здесь говорится о другом сне, правда? Потому что нормальный человек должен нормально поспать, чтобы быть готовым, свежим, да? Но здесь написано о другом сне. Не люби спать духовно, да? Когда приходишь на собрание, когда читаешь Библию, вот в этот момент, что? Ты не должен спать. Не люби спать в этот момент, я бы сказал. Не люби спать в этот момент, да? Почему? Чтобы тебе не обеднеть. Потому что, на самом деле, когда ты спишь, ты же не слышишь Слово Божье, да? Ты же не принимаешь Слово Божье, ты беднеешь, ты не обогащаешься. А ведь Писание говорит, что мы были богаты на всякое доброе дело. А самое какое доброе дело, как вы думаете? Это проповедовать Слово Божье. Аминь. Это служить Богу, это служить людям. Вот это и есть быть богатым на всякое доброе дело. Но, когда ты духовно слаб, ты духовно быстро засыпаешь. Вы замечали? Вот, когда вы болеете, например, у вас есть две главные такие, два главных симптома. Вам хочется спать и вам не хочется есть, да? И вот, и поэтому, я не хочу, я хочу спать, не хочу есть. Вот, поэтому, чтобы быть здоровым, да? И дальше написано, держи открытыми глаза твои, и будешь досыто есть хлеб. Держи открытыми. Если у тебя закрываются глаза, ты не должен их закрывать. Ты должен держать их открытыми, написано, да? И тогда что ты будешь? Ты будешь вкушать Слово Божье. Знаете, я не видел таких людей, которые бы вот спали бы, и вот они бы читали Библию одновременно. Которые бы вот просто под подушку положил учебник, да? Положил учебник под подушечку, и говоришь, вот я пока буду спать, вот все, все, что там есть, это перейдет в мою голову. И я вот проснусь, и я буду все знать. Знаете, вот есть люди интересные, они вот ничего не хотят, например, а хотят иметь что-то. Вот, например, есть разные виды изучения языка там, под гипнозом, под сном, еще под каким-то... Короче, люди готовы платить деньги, лишь бы ничего не делать. И вот заснул, и просыпаешься, и сразу говоришь на китайском языке там. Ух, хима, чего? Положил эту гитару под эту самую, под подушку. И говоришь, все, все, вот даже ночью будет научать меня внутренность моя. И ты спишь, и прям ты уже там играешь так вот, и вот так ты, и этак ты играешь, и видишь себя, и там. А проснулся ты где? Вот ты проснулся, а играть ты опять не умеешь. Потому что ты не занимался, правда? Вот, поэтому написано нам что, друзья? Не люби духовно спать, да, чтобы тебе духовно не обеднеть. Поэтому держи духовно открытыми свои глаза. Субтитры сделал DimaTorzok